Заниматься машинным бизнесом не так-то и легко, особенно в наше время. Но это приносило свою прибыль. Почему я сказал приносило? Потому что появились они, клановые игроки, которые пытались мне помешать. Но у меня был план, план по захвату их базы. Стоп, что-то мы далеко зашли. Начиналось всё совсем по-другому. Я надеюсь вы уже поставили свой лайк. Погнали в начало. Спонсор сегодняшнего ролика RustBet. Обязательно попробуй режим апгрейда и вводи промокод. С помощью него вы получите бесплатный кейс, который даст вам скин стоимостью до 20 долларов. Приятного просмотра. Я помню как я появился на пляже. Без ничего. Только камень, факел и карта. На карте были странные метки, похожие на магазин. И я увидел, что там продается оружие. Но для этого мне нужно было подформить камень. Ещё два камушка и я смогу пойти купить помп. А вот и мой магазинчик. В котором я сейчас куплю помп. И надеюсь там будут патроны. Hi. Hi. О, спасибо. Ты офигел? Алло. Оказалось, что этот магазинчик просто ловушка. На самом деле очень странно убивать покупателей за 3000 камня. Алло. Алло, брат. Йоу, йоу, йоу. Ты можешь дать мне 200 литров? 200 литров? Да. На этом острове я был не единственным выжившим. И не знаю почему большинство из них старалось друг друга убить. Но попадались и добряки. Спасибо. Се, это хороший файп. Потихоньку я начал привыкать к такой жизни. Я скрафтил своё первое оружие и побежал охотиться. О, бур! Выбив ценные инструменты, я побежал добывать камень, чтобы отстроить свой первый дом. Блин, где бы я построился? Мне нужна дорога в любом случае? Где-то здесь? Только на дороге я смогу собрать свой спорткар и продавать тачки. Мне кажется, это выгодный бизнес. Что это за дом такой? Его кто-то уже бабахнул? О, ящики. Мне явно нужно тот замес идти. Питончик, привет. Привет. О, у него Пэшка. Или Питон. Ну, короче, у него пушка какая-то. И их там двое. По ним Берда наяривает. О, гантрап, ледоруб. Вау. Неподалеку от меня стоял очень большой дом. И я понимал, что меня могут зарейдить. Я побежал фармить и наткнулся на перестрелку. Красиво. Так, это мы скинем, это мы возьмем Это все можно скидывать Давайте пропустим их Он у меня под домом сидит Он сидит у меня под домом И я не хочу выходить и показывать свой ник Потому что именно вот в этот момент Меня бабахнет Я знал, что у меня сидят под домом Решил все скинуть и выбежать туда голеньким с луком Кто проживает на дне океана? Это шо вам надо? Алло, шо? Вот шо? Привет, что там, не тулу передавайте Здорово, здорово А вы где живете? Это ваш дом на горе вон там, нет? Мы вон там, на 70 Далеко? У нас тоже бункер, кстати Давай, давай Удачи тебе! Да, вам тоже Некоторые выжившие не хотели со мной воевать Они приходили заключать мир И я был, в принципе, не против После того, как они ушли Я решил обустроить мой домик О, не, мэн Не, пожалуйста, не убивай меня, мэн Домик я неплохо укрепил Но мне нужны были компоненты И поэтому я побежал лутать в ближайшие РТ-шки Какой звук атмосферный Офигеть, мне насыпало корпусов Куда столько? Кровать! Корпус на СМГ А из этого я крафтить ничего не умею Окей Hands up! Окей Все Вот так Да, без проблем, дружище Я сегодня добрый Убиваю только тех, кто меня пытается убить Ну, офигеть, привалило скрапа 800 скрапа у нас Вау Первый верстак и крафтим гаражки У меня столько места в доме нет, к сожалению Да, точно Люби не Вау Бжу Несколько раз меня убивал один и тот же персонаж. И я понял, что я им так просто жить не дам. Алло? Hello? 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 Come here? Опа, давай. Ну привет, мужик. Здарова. Да я по-русски базарь. Здарова, здарова. Как дела на аутпосту? Как дела на аутпосту? Как дела на аутпосту? Ну давай, у меня тут дела. Какие дела? Подожди, давай поговорим. В чем ты одет? Да ну о чем говорить, парень? В чем ты одет? Я хазмат. Пожалуйста, побыстрее, мне жарко. Правильно? Когда новая серия? Ну и че ты молчишь? Алло, не слышно. Алло, вас не слышно? Телефоны и помехи. Пшшш. Пшш. 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 Не макалыш. Я догадывался, где живут мои противники, и поэтому я особо не расстраивался. Я был точно уверен, что их хаты сегодня не будет. Наконец-то я убил их. Это свершилось. Они пытались проследить, где я живу, но к моему дому я их не подпускал. Еще кто-то хочет пулькнуть в меня. Так, сколько у меня есть МВК? У меня 700 скрапа, есть еще 500, и мы сможем поставить третий верстак. Мне надо вот это переработать, это. И в момент, когда я собирался на переработку, начали рейдить моих соседей. Мне кто-то звонит, но времени брать трубку у меня нет. Четыре типа рейдят дом. Двоих убил, еще один остался. Троих убил, еще один остался. Хилки есть? Четыре типа рейдят. Давайте тянем туда. Малые сейчас. Подви меня, подви меня. Сорри, бро, это мои друзья были. Застраивайтесь как-то, тут камень есть. Не за что. Давай, застраивайся. Если что, пиши. О, они с калашами там. Застраивайтесь как-то, там. Там внутри куда-то. Я бы убил. Найс, я домой отношу, я опять фул. Это не я. Подвижай, подвижай, подвижай. У меня оставалось подфермить совсем немного скрапа, чтобы поставить третий верстак и бахнуть моих соседей. Они были у меня основной целью. Ё-моё, всё утает. И тут всё про утону. Ооо, скрапчик. И тут скрапчик. Камера, корпус. Я попал в западню. Меня прижали к стене. Но я знал, что нужно делать. Убегать! 400 скрапа я им точно отдавать не хочу. Ещё сотку и я смогу третий верстак поставить. Мне кажется, лучше это относить домой. Сколько у нас скрапа? 1150. Окей, я иду перерабатывать микросхемы и мы можем уже ставить третий верстак. Но мне не хватит МВК. Наконец-то я ставлю третий верстак. Эти два верстака можно уже убирать. И спокойненько можно крафтить калашики. Уи-и-и. Я надеюсь, туда третий верстак влезет, где стоял второй. Тогда будет бомба. Хех. Телефон на печке. Найс. Отлично. И наконец, поставив третий верстак, мне оставалось только одно. Нафармить побольше серы. Так, наконец-то я крафчу ракеты. Так, а у меня есть скрап, но изучение лестницы нету. Окей. И вот, взяв с собой ракеты, я побежал в гости к соседнему клану. Так, я кафе. Ух ты ж, ё-моё. Дерево. Где дерево? Куда собрался? Вообще, я прибежал к ним в дом, чтобы наладить им интерьерчик. Поставить второй верстак именно в то место, где он и должен был стоять. В проходе. Это нереальный окуп. Это просто нереальный окуп. Я даже не знаю, что тут говорить. Тут миллион скраба, тут миллион всего. МВК-дверь у них? Мне нужны ещё четыре ракеты. Чтобы бахнуть этот дом. Серый тут мало. Мне, наверное, не хватит на четыре ракеты. Хоть серый там и было мало, но компонентов и пушек там было реально очень много. Офигеть, я сейчас бабахнул дом. Просто минус дом клана за четыре ракеты. Чтобы перетащить весь лут, мне приходилось бегать туда несколько раз. Плюс я хотел посмотреть, что у них находится в том большом доме. Так. Две ракетки есть. Мне нужен фонарик на кола, чтобы их дальше бахать. А-а-а, это они только строили. А вот и шкафчик у них. Первую цель я выселил, но она была не основной. Основной целью был игрок с ником Вейси Пейси. Ну и не стоит забывать то, что я хотел наладить машинный бизнес. Скраба и всего лута у меня было много. Но я хотел еще обустроить мой домик, так как защиты было у меня совсем мало. У меня тип под хатой. Я видел фонарик его. О, найс. М-м-м. И если вы не можете запрыгнуть домой, и дерева у вас нет, а под рукой есть гантрап, используйте его как ступеньку. Ну и с подъем домой. Так, теперь мне нужно расширять мой домик. В любом случае, мне кажется, меня придут рейдить, и поэтому... А у меня дерево есть вообще? Мне кажется, этого мне хватит. Так, что мне надо сделать? Мне надо пойти все переработать. Ну для начала мне надо все куда-то сложить. Мне надо бежать на бандит кемп, брать весь скраб с собой. На этот раз мне надо добежать, да, вот поста, любой ценой. Вначале надо чекнуть, есть ли кто-то у меня под хатой или нет. Так, нет, это явно не то. И скорее всего магазин тут где-то наверху. Я думаю, стоит попробовать. Я думаю, что это белый. Я думаю, что это белый, может быть. Пожалуйста. Найс! Найс, бро! 2К скраб! ЛОЛ! Я переработал все свои компоненты, закупил прицелы и переработал их на МВК. Кстати, это очень выгодно. Плюс изучил все комплектующие для машинки. Так, что бы я еще изучил? Обязательно мне нужно электричество. Вот это, наверное, я не буду изучать. А вот все остальное, вот солнечную панельку. Вот это, солнечную панельку. Я не знаю, сколько у меня металла уйдет на буферку металлическую. Но, надеюсь, не так много. Ну, метальщика мне немного не хватает. Придется поплавить еще. Или все-таки съездить, его лучше закупить? Чего? Что? Сами-райфу, бро. Нет. Как это случилось? Как это случилось? Верьте, серьезно. Что это возможно? Три люди. Что? У вас есть энергии? Серьезно? Что это возможно? Мы уже есть 5 тысяч. У меня есть 11к. 11к. Что? Что? Не знаю. Вы можете улучшить друзей, если нужно. Субтитры создавал DimaTorzok О, реально, может сюда люк просто воткнуть и всё. Сюда стенку. Неплохой домик, я считаю. Ну я считаю, этот дом неплох. Прям неплох вообще. Надеюсь, меня никто рейдить не будет. Пам-па-рам-пам-пам. Меня никто не зарейдил. Мой домик до сих пор стоит. И мне теперь интересно, что у меня по дому тех моих соседей любимых. По пути я бы ещё немного дерева фарманул, наверное. Помните, я рейдил тут к Ланину? Да. Этого домика тут не было. Очень странно, да? МВК двери. Угу. Мне сразу же стало интересно, кто же построился в этом месте. Алло. Я немного потусовался в этом месте, но хозяин из дома так и не вышел. Но почему-то в этот момент я уже догадывался, что тут поселился в Эсси-Паси. Ну или в Эсси-Пэси. Я, в общем-то, а пофиг вообще. Найс. Э, лыжник. Алло. Ты чё тапаешься? Алло. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер. А, я хотел бы обратиться к психологу. Да, да, да. Семей. Угу. Да, да, я вас слушаю. Слушайте, у меня тут неподалёку от... Ну я... Да, да. Неподалёку от меня живут соседи, которые меня действительно уже задолбали. Не подскажете, что делать в такой ситуации. Смотрите, ну я бы предложил вам как минимум предложить им мир. Вы бы могли им делать, ну, сотрудничество. Вы можете с ними сотрудничать, получается. Типа, ну и получается, ещё можно наладить торговые отношения. Допустим, выем камень, они вам там все... Ну я не знаю, просто. Ну или наоборот, в общем. А если они хотят воевать... Может... Ну, послушайте, послушайте. Я вот... Я вот один нахожусь в моём доме, да? В моём пентхаусе. А их живёт около пяти или шести человек. Нет, я их убиваю, но их всё равно много. Я хотел отстроить свой таксопарк и побежал фармить камушек. Но как вдруг на меня напали? Как обычно. Ну и стоило это делать. Скажи мне. Жёсткие пацаны, однако. Мне нужно НПЗ-ку ставить, по-любому. Без этого я не вывезу. Кто это мне звонит? Алё, это вы мне сейчас звонили? Да, да. Да, да, это таксист. Да, это таксист. Но... Сколько стоят ваши услуги? Тысячу серые за поездку. Ну, смотря куда, естественно. А, ну, с тебя смотря какая? Это же... Не переплавленная. Могу завести машину, поехать. Прямо сейчас. Офигеть! Вот это, конечно, поворот. Сейчас мы НПЗ-ку куда-нибудь влепим. Наплавим немного топки. И мне нужна нефть. Много нефти. Сразу с НПЗ-ка я решил отстроить свой гараж. Ну и магазинчик тоже, так как у меня было очень много ненужного барахла. Так, сюда мы поставим еще один потом магазин. А это пускай пока так. Алло! Нам обычно перезвали. Там такое хорошее имена. Алло! Алло! Это мыдлббейсбункер. Это мыдлббейсбункер. И как у вас дела? Мы выдолбились. Мы выдолбились. Алло! Это мыдлббейсбункер. Ага. Как слышно? Нормально слышно? В общем, смотри. Сколько... Мы на W19. Мы в зиме возле Космо. Нам нужно ехать на СИП-зону. Матч это стоит. Слушайте, а у вас есть переплавленный металл или МВК что-то такое? Насчет металла не знаю. Но возможно будет. Но у нас просто дерева тоже нет. Мы едем на СИП-зону менять камень. Понимаешь? Ну, если будет металл, то лучше тысячу металла где-то так. А то я вообще не ищу. У меня появился первый заказ. Я взял ключ и поехал на W19. О, минус стекло. Понял. Я пока ехал, меня чуть не убили. Мы будем это... Ну ты ульфа меняешься, надеюсь? Да, конечно. Хрю-хрю. Он кусается, он кусается. А, а, вот, если ты у нас две поездки нужны. Туда назад, на бандиткамп и назад. Как тебе такое? Нифига себе. Это нормально. Ну, у нас просто не хватает денег на машину. Ну, мы из нищих. Офигенная пирамида стоит. Да, неплохая, солидная. У них печки есть? Чувак, ты смотри, что там печки. Угу. В общем, короче, наоборот, наоборот... Стой! Подожди, океанки у нас нет, да? Там большой кул. Да, 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 я как раз его и подметил. Да, 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 я как раз его и подметил. Ну, я тоже поперерабатываю что-нибудь, поэтому... Так, а мы уже приехали. О, ну, было бы неплохо прям чуть-чуть до дома доехать. Ого, спасибо большое. Было приятно с вами иметь дело. Мы наберем, если чем-то. Окей. Давай. Я выполнил свой заказ и отправился к дому, так как я хотел наплавить ресурсов, чтобы зарядить этих поляков. Здорово. Слушай, а тебе нужен дом? А то ты бегаешь тут, фармишь камушком. Нет, у меня сейчас ленинг запорчил. На тебе, Кирочку. Ну, если хочешь, ты можешь строиться где-то возле меня, я прикрою. Но тут у нас, правда, соседи тогда будут не очень хорошие. А, ну тогда стройся возле меня, я буду помогать тебе. Забираю у него шмотки. Наконец я дошел до такой степени развития, когда бомжей убивать мне уже было неинтересно. Но мне было интересно им помогать. Извините, а не мог бы я затрагиваться с вами? На что? Сырая нефть. О, сырая нефть, это интересно. Я обосрался. Благодарю. Благодарствую. А вы что, где-то неподалеку решили построиться? Там, мы за ней твоей хаты живем. Нася, понял. Я позвоню. Да-да, здорово. Тише, тише. Алло, здравствуйте. 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 А вы что, в услуге так всех называете? Да, оказывали, но на данный момент у нас угнали машину, и мы теперь пытаемся что-то сообразить. А вам откуда-куда? Да блин, мы хотели перевозку вашу заказать настолько, что, блин, бомбанули, мы приезжали. Вот я хотел выяснить, какие у вас условия перевозки. Спустя некоторое время, буквально часа через два, я смог накрафтить ракеты. Так, раз, два. 20 ракет у нас есть, нормально. Но этого нам все еще не хватает. Кибитка тут моя живая, и это очень хорошо. Это прям очень хорошо. Крюстут камушек даже есть, вау. Я решил рейдить их наверняка, поэтому поставил туда кибиточку и провел туда турельки. Доброе утро. Просыпайтесь. Просыпайтесь. Продолжение следует... Ого! Ого! Офигеть, тут лута! Тут калашей миллиард. Но тут нет дерева. Просто ноль дерева. Ну и кто вы такие? О, а тут ресурсы. Не зря пробахал. И последняя пирашка. Ладно. И тут у нас... Сколько ящиков пушек? Постреляли, пацаны? Теперь у вас нет больше ни хаты, ни лута, ничего. Наконец-то я избавился от своих противников. И мне оставалось наладить только мой бизнес. Я решил продавать тачки. И уж простите, я не смог не вставить MC душителя. Большие города, пустые поезда, ни берега, ни дна. Все начинай сначала. Он не сошел с ума. Ты ничего не знала. И так, нет. И что их не знала полковнику? Кто-то не пишет... Ай-叫 егоAST,PEO,하면. И, естественно, в моём домике я хотел провести электричество Ооо! Броневичок! Броневичок так ещё и с движком! Вау! У меня появился первый заказчик на мой броневичок, я решил его продать за топку. И пока я ждал нового хозяина этой машинки, я отошел поставить чаёк и то что сейчас тут происходило, этого я не видел. Алё-алё, да-да я тут. Вот это я вовремя подоспел, а 500 топки у меня, я забрал. Ого, нифига себе, слушай, на ЛР-ку тебе. И вот ключ от машины. Тут средние детальки, но она летает просто, она просто быстро летает. Как я не хотел расставаться с моей ласточкой, но пришлось. В итоге будущий хозяин моей машинки отвёз меня до дома и я нашёл точно такую же ласточку. Ну дружище, теперь ты будешь моей ласточкой. О, нифига, у меня сзади оказывается нету стенки, я понял, найс, катаемся. Ну и надеюсь вам понравилась данная история и вы поставили свою оценку. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok